Телекомпания Веневисьон Яхайра Орта и Адольфо Кубас в фильме «Милый враг». В фильме снимались Рауля Мундарай, Розита Васкес, Иоланда Мендес, Кристина Рейс, Валентина Парага и другие. По роману Кристины Овен и Эстрелии Кастельяно. Главный продюсер Сандра Пиога. Режиссер Рафаэль Гомес. Ты меня поражаешь. Хочешь, чтобы я напомнила тебе все эти случайности? Например, случайность в клубе, когда все показывали на меня пальцем. Это ли не унижение? Все это произошло по глупости. Я виноват в том, что доверился этому идиоту Акампо. Откуда я знал, что он оставит у себя счета из клиники, и они попадут в руки его жены? Что ты сказал? Ты доверился Энрике? В чем? Хулио Сассар, какое ты имеешь к этому отношение? Скажи. Альма, ты хорошо себя чувствуешь? С ней этот мужчина. Ты видела Энки? С ней Хулио Сассар Геннеру, человек, который погубил мою семью. Пожалуйста, успокойся. Значит, все это правда. Успокойся, пожалуйста. Боже. Идем ко мне в кабинет. Пожалуйста, давай поговорим. Ты понимаешь, что происходит? Успокойся. Нет, я не сумасшедший, Минервитер. Ты плакала. И почему тебя так удивляет то, что я плакала? Разве я не человек? Разве я не могу быть чем-то расстроена, подавлена? Конечно, можешь, Минервитер, конечно. И я знаю, что с тобой. Это геомагнитная обстановка, не так ли? Или нет? Нет, нет, это полнолуние, моя тигрица. Оставь меня. Никакое это не полнолуние. У меня есть не только тело, Альфонсо. Это плачет моя душа. Ты хоть знал, что у меня есть душа? Нет. Ты этого не можешь знать. Потому что я тебя не волную. Минутку. Я ведь спрашиваю, что с тобой такое? Значит, ты меня волнуешь? Не трогай меня. Вряд ли я тебя волную. И вряд ли ты поймешь, что я чувствую. Я тебе это доказываю. Не верю. Я не верю, Альфонсо. Если ты так переживаешь за меня, то скажи, ты можешь оставить все ради меня? Способен оставить семью, дом, все? Способен ли ты подарить мне ребенка? Этот человек стал нашим палачом после смерти моего мужа. Зачем ему нужно так унижать Вики? Зачем? Неужели столько зла причинил ему мой муж? Может, он хочет, чтобы вы были в долгу перед ним? Странный долг. Чем можно расплатиться за все пережитые нами несчастья? Ты права, Алма. Права. Меня удивило, что этот человек оплатил все счета за лечение Туниты. Герреро чего-то добивается таким образом. Что ты сказал? Ты сказал, что Холио Сассар Герреро оплатил все расходы за лечение моего сына? В день свадьбы ты не хочешь быть рядом с родными. Ты так стыдишься своей семьи, дочка? Нет, дядя, конечно, нет. Просто мама не оставила мне другого выхода. И она категорически отказалась благословить мой брак с Родриго Агерреро. Неправдывайся, Лавра. У твоей мамы были причины, чтобы взражать против этого брака. Нет, нет, дядя, у нее нет никаких причин, я тебя уверяю. Если на свадьбе не будет твоей матери, то и меня тоже не будет. Мне тебя очень жаль, дорогая племянница, но сопровождать тебя к алтарю будет некому. И эта племянница – мое последнее слово. С чего вдруг такая благотворительность? С чего это Хулио Сассар Герреро проявил такое внимание по отношению к моему сыну? Успокойся, Алма, успокойся. Не мучай себя вопросами. Это бесполезно. Теперь все ясно. Конечно. Теперь я все понимаю. Какой я была слепой. Теперь я понимаю, как далеко зашли их отношения с моей дочерью. Алма, поговори с Викторией, пожалуйста. Скорее всего, это только твои предположения. Нет. Я все поняла. Нам больше не о чем говорить. Пусть все так и остается. Спасибо, Даниэль. Спасибо за все. И прости меня. Глупец. Как я мог рассказать Алме о счетах Тонито? Значит, я должна тебе еще и за Тонито? Господи, чего ты добиваешься, Герреро? Ты хочешь привязать меня к себе долгами? Если бы я этого хотел, то не использовал бы Акампа в качестве посредника. Я как раз не хотел, чтобы ты чувствовала себя обязанной. Я только хотел помочь мне. Да, помочь. Уходи, Герреро. Уходи, потому что я не выношу лжи. В тот день в клубе, когда Луизита Акампа унизила меня перед всеми, ты почему-то не решился сказать правду. Хороша помощь. Уходи. Тебе лучше уйти. Уходи, Герреро. Я больше не хочу тебя видеть. Уходи. Я тебе не позволю, так говорит Хосе Игнасио. Маноло мой друг, и он еще не совсем здоров. Ни я, ни он не заслуживаем такого скандала. Да, твой лучший друг. Значит, получается, что твой лучший друг этот грязный спальц. Это попахуй Бельсой. Скажи, этот плебель тебе нравится, Луси? И ответь, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Ты променяешь меня на этого типа? Нет, Хосе Игнасио. Но я устала, устала от твоего отношения к себе. Устала ждать от тебя тепла, нежности. Я не вещь, которую ты то берешь, то оставляешь по необходимости. И я не собираюсь слепо идти у тебя на поводу. Так что уходи. Твой друг ушел? Он мне не друг. Далеко не друг. И я вообще не уверена, что людей, которых я могу назвать друзьями, у меня много. Такое впечатление, что это касается и меня. Точно, Даниэль. Я знаю, что не имею права что-то от тебя требовать. Но мне бы хотелось знать, почему ты скрыл от меня, что Хулиос Саргерера оплатил счета больницы? Я и сам узнал, а ты не сразу идти. Я не собирался ничего скрывать. Сначала я не придал этому значения, а потом столько всего произошло, что я просто забыл. Да? И ты забыл, что для меня значит быть в долгу у этого человека. Ты об этом тоже забыл? Вики, Вики, я понимаю твое негодование. Клянусь, мне бы хотелось расплатиться со всеми твоими долгами этому негодяю. И ты туда же. Это уж слишком. Мне бы хотелось знать, почему все мужчины стремятся к одному? Зачем тебе нужно оплачивать мои долги? Чтобы купить меня? Чтобы легче было добиться меня? Знаешь, Даниэль, мне надоело. Надоело, что все хотят купить меня. Понимаешь, надоело. С каких это пор у женщины твоего возраста начинаются приступы нереализованного материнства? Это никакие не приступы. Глупец. Это проверка твоего истинного отношения ко мне. Ты хуже Антонио Андуэсо. Это мне окончательно ясно. Минутку. Не сравнивай меня с этим вором. И вообще я ничего не понимаю, почему такой скандал из-за какого-то приглашения на свадьбу. Почему тебя волнует эта свадьба? Подумаешь, Мария Лауран Дуэсо выходит замуж. Можно подумать ее мать. Заболчи. Ничего. Я ничего не добился, Филиппе. Послушайте, Хотасе, по-моему, пора обуздать свою страсть к этой девушке. Никогда. Я люблю ее. Эта девушка сводит меня с ума. Пора менять объект, Хотасе. Легко сказать. Ну, как? Главное решиться. Уверяю вас, на Виктории свет клином не сошелся. И поймите меня правильно. Мне нравится эта девушка, мне нравится Вики. Но дело в том, что я из вашей команды. Вы мне платите, и я с вами. Вот и все. Посмотрите, Хотасе, посмотрите, кто там. Минерва плачет. Кто бы мог подумать? Минерва, Железная Леди плачет. Хулиоса Саргерева, сегодня мне не до шуток. Прости, я не хотел тебя обидеть. Садись, я отвезу тебя, куда скажешь. Хорошо, я не буду задавать вопросов, можешь ничего не говорить. Садись. Я выношу, когда женщина плачет. До каких пор? До каких пор я должна все это терпеть, Господи? Можно войти? Конечно, Наталья, проходи. Как ты, дорогая, что случилось с моей любимой ученицей? Чем ее обидели на этот раз? Я больше не могу, Натя. Я больше не могу, дорогая. Похоже, ты даже сама себя не воспринимаешь всерьез, Минерва. У тебя на лице всегда одна и та же маска. На что мы играем, Герреро? В игру, которая тебе не знакома. Вправду. Ты странная, Минерва. Иногда кажется, что ты живешь постоянно насмехаясь, поясничая. Причем насмехаясь и над собой тоже. А иногда? А иногда, как сейчас, ты кажешься беззащитной, очаровательной женщиной, грустной и загадочной. Скажи мне, кто ты, Минерва Кардоса? Кто ты на самом деле? Какой секрет ты хранишь? Пока мне придется пожить у Ко-Ко, ты же знаешь, мы самые близкие подруги. А после выздоровления поищу работу. Мне нужно зарабатывать деньги, чтобы посылать их маме, но так, чтобы она не знала, от кого они. Я права? Очень хорошо. Ко-Ко почти что член твоей семьи. Вики. Когда Пита сказала мне, что сделала твоя мама, я решила прийти и кое-что предложить. Ты же знаешь, дорогая, что для тебя всегда есть место в моем сердце и в моем доме. Я тебя очень люблю, так же, как и многие другие. Я одна из тех, кто тебя очень любит. Значит, ты не расскажешь другу, почему ты стояла и плакала на улице. Другу? Ты мой друг? Нет, Хулио Сесар. Ты не можешь быть моим другом. Мой мудрый папа сказал мне однажды, запомни, Минерва, мужчина женщине не друг. Значит, я не могу быть твоим другом? Нет. Проблема в следующем, Хулио Герреру. Я была почти ребенком, когда попала в руки Антонио Андуэссо. Поэтому, едва заведев мужчину, Минерва всегда на чеку. Я научилась одному быть нужным мужчинам. Поскольку я, предположительно, принадлежу к мужскому полу. Нет, нет, нет. Дело не только в этом, Хулио. Ты мужчина, который Минерве Кардосу нравится. Ей бы хотелось, чтобы ты вошел в ее жизнь, чтобы она нашла свою тихую гавань. Ты мужчина, с которым бы она хотела провести всю жизнь. Всю жизнь. Ну, что теперь? Что ты будешь делать с этим признанием? Во всяком случае, я польщен. Польщен. Ты даже не можешь сказать, что подумаешь. Я бы мог это сказать, Минерва, но... Что, Хулио? Оставь все но на будущее. Давай жить. Живи ты. И позволь пожить мне. Потому что сегодня ты увидел меня грустной. Без маски. Минерве Кардосу будет трудно пережить эту ночь. И она будет еще тяжелее, если ее никто не разделит с Минервой. Девочка моя, няня Пита. Дорогая. Ты пришла, няня Пита, пришла. А она приходила. Что? Твоя мама приходила? Нет. Мама не приходила. Странно. Панчо сказал, что поговорил с ней и убедил встретиться с тобой. Я подумала, что Алма уже здесь. Она давно ушла из дома. Я считала, что вы уже поговорили, все уладили. Нет, мама не приходила. И слава Богу, няня Пита. Господи, что ты говоришь? В чем дело? Сегодня здесь был Хулио Сесар Герреро. И понимаешь, Наталья, мы опять с ним спорили. Он мне говорил, одно я, другое. И если мама приходила именно тогда, когда здесь был Хулио Сесар... Нет. Нет. Нет, господи. Только не это. Господи, только бы не это. Нет. Минерва. Минерва Кордосо. Ты промолчал и упустил свой лучший шанс. Тебя так смутило мое предложение? Неужели ты тоже не любишь свободных женщин? Нет, Минерва, я люблю женщин. Просто... Мне, конечно, очень приятно твое предложение, но я предпочитаю сам решать, с кем провести ночь. И к тому же я хотел протянуть тебе руку как друг. А друг никогда не воспользуется щекотливой ситуацией. Ладно. До завтра, Минерва. Надеюсь, завтра тебе будет лучше. И поверь мне, мужчина может быть другом женщины. Если, конечно, не путать значение слов. разрешите, добрый день. Виктория, твой завтрак. Виктория, 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 где ты? Виктория, ты там? Господи, хоть бы этого хватило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 15-30 Привет, Даниэль. Приятно слышать тебя так рано, Эскулап. Что? Да. Да, понимаю. Пока. Виктория. Я дождусь тебя, компаньон. По крайней мере, посуда будет чистой. Только кто знает, как долго. Ну, судя по ветру. Что ты там вормочешь, Питер? Надеюсь, это не о Вике, потому что я не хочу слышать о ней в этом доме. Нет. Теперь нам придется просить святую Барбару, святого Исидора, чтобы они принесли нам кофе, рис, масло, мясо и все остальное, что было у нас в холодильнике, благодаря твоей аморальной дочери. О чем ты говоришь? О еде. О еде, о продуктах. Я не знаю, что нам надо сделать, чтобы есть три раза в день, потому что у нас ничего, ничего нет. Привет, Ку-Ку-Ку. Что значит эта открытая дверь? Понимаю. Конечно же. Ты ждала меня. Позвонил Даниэль и сказал, что ты сбежала из больницы. Чего ты добиваешься, Виктория? Виктория? Когда ты называешь меня Викторией, и это означает, что происходит что-то серьезное. Сейчас самое серьезное – это твой бронхик. Все остальное может подождать. Так что пойдем в комнату, я напою тебя горячим чаем. Как хорошо, что вы пришли, сеньор. Телефон беспрерывно звонит. Пусть хоть треснет. Ни с кем меня не соединяй, понятно? Меня ни для кого нет. Ни для кого. Горячий чай мне помог. Видишь, я меньше кашляю. Рада это слышать, Виктория. Правда рада. Почему ты по-прежнему называешь меня Викторией. Похоже, у тебя ко мне какие-то претензии. Что я сделала не так на этот раз, Ку-Ку? Ты сделала то же, что и всегда Виктория Андуэса отняла у меня того, кого я люблю. Нет. Я знаю, к чему ты клонишь. Полагаю, это из-за Даниэля, да? Хорошо, Ку-Ку. Давай поговорим и расставим все точки над «и» в этом вопросе. О каком вопросе ты говоришь? Как было всегда, Виктория. Эта проблема стояла между нами всю жизнь. Конечно, я их привлекаю своей необузданной энергией, а ты прибираешь их к рукам своей неповторимой индивидуальностью. То есть я сия, а ты жнешь. Мне надоело, Виктория, я сыта. Ку-Ку, клянусь, меня удивляет то, что ты думаешь. Ты знаешь меня лучше других. Об этом я и говорю. Да, я знаю тебя лучше других. И поэтому слишком долго тебя терпел. Я знаю, что тебе нравится быть девочкой, любимой всеми, и что тебя, Виктория Даниэль, не интересует как мужчина. Но тебе нравится видеть его на коленях у твоих ног, влюбленного как школьник. Потому что твоему самолюбию, уязвленному выходками Герреро, нужно успокоительно. А кто тут лучше подойдет, чем врач? Врач, который нравится твоей подруге. Ку-Ку, я не верю, что ты все это говоришь. Я не способна отнять то, что принадлежит тебе, и тем более мужчину, который тебе по-настоящему нравится. Может быть, впервые с тех пор, как мы знакомы. Боюсь, что мы больше не можем быть подругами. Амарилис, что я тебе приказал? Ну, этот сеньор очень настаивает. Он доктор. Доктор Даниэль Урбанеха. Пропустите? Хорошо. Пусть войдет. Что ему нужно? Хорошо, пусть пройдет. Можете пройти, доктор. Спасибо. Итак, Урбанеха, надеюсь, вы не думаете, что я окажу вам теплый прием. Что вы здесь делаете? Не важно, Вики. Что бы ты ни сказала, результат всегда тот же. Пока ты рядом, Даниэль больше ни на кого не посмотрит. Разрази мне гром, все предельно ясно. А чего ты от меня хочешь, Ку-Ку? Чтобы я ему сказала, забудь, Даниэль, меня не существует. Послушай, подруга, я меньше всего хочу мешать твоей жизни и жизни Даниэля. Вот и не мешай. Не вмешивайся в Вики, не принимай его приглашения, цветов, взглядов. Освободи мне площадку и посвяти себя страданиям по хулио Сосару Герреру. Хорошо, Ку-Ку, не беспокойся, я приняла твои условия. Я не буду помехой в твоей жизни. За меня не беспокойся. Я зайду в комнату, соберу чемодан, и можешь даже не провожать меня. Я прекрасно знаю, где выход. Показать вам выход, или вы его сами найдете? Боюсь, если я его покажу, вы выйдете несколько помятыми. Нет, и мы еще посмотрим. В любом случае, я пришел не выяснять отношения, а предупредить и даже потребовать. Оставьте в покое Викторию Эндуэссу ради вашего же блага. И, конечно, ради ее блага. Вы кем ей приходитесь? Вы что, ее телохранитель? Именно. Виктории нужны уверенность и покой, чего не можете дать ей вы. Я не могу допустить, чтобы ее покупали или брали на прокат на несколько часов. Я люблю Викторию и дам ей все, чего она заслуживает, как женщина, как королева. Какая пошлость, королева. Не стыдно ваши годы прибегать к второсортному лиризму, как королева. Наверное, это первые признаки приближающейся старости. Уверяю вас, молодость это не самое главное, Гереро. Особенно, если вы со своей молодостью принесли столько страданий Виктории. Надеюсь, моя старость, моя пошлость смогут сделать все, чтобы залечить нанесенные вами раны. Да? И как вы собираетесь это сделать? Поместить ее в больницу, чтобы изолировать это всех? Или еще что-то в этом роде? Нет. Я попрошу Вике стать моей женой. Вот что я собираюсь сделать. Жениться на Викториан Дуэсси. Субтитры создавал DimaTorzok Значит, вы женитесь на Виктории? И когда же произойдет это знаменательное событие? Когда она согласится? Значит, вы с ней даже не объяснились? Черт возьми, доктор. Я считал, что вы умеет. Что ж, я зрелый человек. По-вашему, старый, который может предложить такой девушке, как Вике, спокойную, достойную жизнь, наполненную любовью и большим уважением и как женщине, и как человеку. И это, Герару, слышите? Это намного больше того, что дали ей вы. Вам так не кажется? Боже, что мне делать, Господи? Куда идти? Это и мне хотелось бы узнать. Куда ты пойдешь, упрямая, глупая? Куда ты пойдешь, да еще больной? Зачем ты так серьезно к этому отнеслась? Викториан Дуэсси, ты невыносима. Я тебя не выгоняла. Можешь думать все, что угодно, но я тебя не выгоняла. Куда ты пойдешь, Вики? Мне не нужна ни любовь, ни жалость. Я больше не позволю играть на моих слабостях. Достоинство, доктор? И вы говорите мне о достоинстве. Вы воспользовались моментом слабости, Вики, неблагоприятными обстоятельствами в наших отношениях. Неблагоприятные обстоятельства? Интересный пассаж к Герару. Хороший способ оправдывать издевательства и унижения. Вы забыли об очень важной детали. Вики меня любит. Может, она сейчас отрицает и будет отрицать впредь, но она меня любит. Любит. Вы в этом уверены, Герару? Вам не кажется, что вы достаточно сделали, чтобы убить эту любовь? А что сделаете вы, доктор Урбанеха? Вы довольствуетесь крохами любви Вики? Виктория не та женщина, которая подает на бедность. И вы должны бы это знать. Вы знакомы с ней дольше. Если Вики согласится, я стану самым счастливым человеком на свете. Наша история начнется с самого начала, и для нее, и для меня. Так что уйдите, Герару. Дайте Виктории Эндуэссе шанс стать счастливой. Если вы когда-нибудь хоть что-то испытывали к ней. Всего доброго. Никогда, Урбанеха. Никогда она не станет твоей. Никогда. Глупое прозябание. Неэффективная, скучная работа. Никчемная жизнь. Кто тебе сказал, Герару, что мне нужен друг? Не бывает никаких друзей. Минерва. Что за агрессивность? Даже не смотри на меня. Я сейчас могу убить. Минерва. Думаю, ты плохо провела ночь. И если это так, я могу все исправить, Минерва. Дорогая, тебе нужна ласка. А у меня ее в избытке. И любви тоже. Нашла. Кое-что есть. Смотри. У меня было 300 бальваров в курице. 300. И 500, которые были у меня. Ну, я не пи-то. Никогда не думала, что у меня не будет денег, чтобы накормить детей. 800 бальваров. Что можно сделать с 800 бальварами? Что на них можно купить? А если попросить у Панч? У Панча, ну что ты. Ему нечем нам помочь. Я должна что-то придумать. Мне нужно работать. Я не могу сидеть сложа руки. Нет. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это чудо. Открыть и посмотрите. Какие прелестные приглашения. В чем дело? Почему вы так на меня смотрите? Действительно, Мария Лаура, ты ничего не понимаешь. В этом доме нечего есть. А ты предлагаешь посмотреть на какие-то дурацкие бумажки. Не нужно преувеличивать пи-то. Нет, это не преувеличение. У нас нечего есть. И предполагается, что я должна чувствовать тебя виноватой в этом, верно? Почему вы не обвините Вики? Это она виновата во всех несчастьях, которые на нас свалились. Виктория? Дорогая. Чемодан? Что случилось, дорогая? Что с тобой? Ну-ка, рассказывай. Мне некуда пойти, Наталья. А поскольку ты предложила... Я решила, что... Дорогая, сколько понадобится. Я рада, что ты вспомнила обо мне. Не так одиноко, дорогая. Проходи, садись. Давай сделаем вот что. Я приготовлю тебе горячий чай. Хорошо? Виктория, позволь позаботиться от тебя. Как я рада, что ты здесь. Я сейчас приду. Нет, скажи мне. Что сделала Вики? Что она сделала? Ответь, что она плохого нам сделала, кроме того, что защищала нас и заботилась обо всех. Конечно, продавая себя Хулио Сосаро Герреру. Хватит. Я не хочу, чтобы в этом доме говорили на эту тему. Хорошо, мама, ты права. Я могу поговорить с Родригой и попросить у него денег. Что? Нет. Нет, не смей. Что значит попросить? Мне не нужна их помощь. Мама, ты никогда не простишь мне этого брака, верно? Мамочка, я подумала и поняла, что была несправедлива к тебе. Мамочка, я хочу, чтобы ты была на моей свадьбе. Я поговорю с Родригой, мы сходим в магазин и купим тебе красивое элегантное платье. Да? Хочешь? Надо же, какое великодушие. Ну, мама... Нет, дорогая, на меня не рассчитывай. Мама, если ты не пойдешь к дяде Панча, откажется везти меня к алтарю. Мама, пожалуйста. Наконец-то проговорилась. Теперь я понимаю. Хорошо. Хорошо. Я приду в церковь. Но не рассчитывай на меня в застолье. Мне не до праздников, когда умер твой отец. Для меня закончились все праздники. И вся радость. Боже, сколько можно? Тебе не надоело меня беспокоить? Минутку. Где она? Где? Скажи мне правду. Где Вики? Где она? Вики, я знаю, что ты не можешь этого сделать. Я знаю, что ты здесь. Вики, ты сумасшедшая, если думаешь, что я позволю тебе совершить эту глупость. Прости, здесь никого нет. Где она? Куда она ушла? Она ушла с ним? Скажи мне. Повторяю, что означает это вторжение? Слушай, Коко... Коко? Да, Коко. У меня нет времени для объяснений. Где Вики? Она ушла с ним? Ушла с ним? Я знаю, я был в больнице, и ее там нет. Куда ее спрятала этот негодяй? Я не понимаю, о чем ты говоришь, но здесь ее нет, она ушла. Да это очевидно, ее здесь нет. Но куда она ушла? С кем? Я не знаю, не знаю куда, но она ушла одна. Ты уверена? Я останусь здесь и буду ждать, пока она не вернется. Как ты можешь не знать? Ты же ее компаньон. Я останусь здесь. Все дело в том, что мы поссорились, и я не знаю, куда она ушла. Что ты еще хочешь, чтобы я сказала? Поссорились? Да. Вы поссорились. И почему? Можно узнать? Потому что дружба, как и любовь, может сделать нас лучше, а может и вытащить из нас все самое худшее, все, что в нас есть. И ты это прекрасно знаешь, Хулиоса Саргереро. Давай, Минерва, сбежим ненадолго. Здесь на совещании, у нас есть несколько часов. Оставите шутки, Пекки-Пекки. Нам это ни к чему. Да и времени у нас нет. Минерва, мне кажется, иногда ты меня просто дразнишь. Правда? Ты меня не воспринимаешь всерьез. Парень. Скоро ты скажешь, что я использую тебя как сексуальный объект. Пекки-Пекки, пожалуйста, не дури. Ты мне очень нравишься, дорогой. Но это не значит, что... Ладно, все это глупости. Минерва, однако мы с тобой могли бы далеко пойти. Очень далеко, если бы стали компаньонами. Минерва, у нас много общего. Мы оба не страдаем от угрызений совести. У нас те же амбиции, те же желания. Подумай, мы с тобой могли бы многого добиться, если бы подошли к этому серьезно. Пекки-Пекки. Посмотрим, сколько среди вас гениев, а сколько бездельников. Давайте, давайте. Надеюсь, гениев больше. А ты, Эндуэсу? Думаешь, в последнюю минуту решишь то, на что потратил полтора часа? Нет, сдавай свою работу, пожалуйста. Подпиши и сдай. Ты тоже. Давай. Надеюсь, к следующему экзамену подготовишься лучше. До свидания. Пока. Что с тобой происходит, Таньидо? В каком смысле? Раньше ты был другим, получал только хорошие оценки. А теперь твои цели изменились. И вообще, ты стал каким-то злым. Послушай, мне это не нравится. Ты ведь смеялась надо мной, когда я был хорошим мальчиком. Как ты сказала, добреньким, прилежным. Да, все вы, женщины, одинаковы. Вам нравятся определенные отношения. Пока, детка. И не доставай меня, а то пожалеешь. Как ты говоришь, Викториан Дуэсо, кто сказал, мне страшно? Так вот, я говорю, я в ужасе. В ужасе при мысли от того, что ты снова меня отвергнешь. Да, Виктория, я боюсь потерять тебя. Мы больше, чем компаньоны. Мы были как сестры. С детства мы всегда были вместе. Всегда и во всем. А теперь она считает, что я хочу завоевать мужчину, который ей нравится. Только этого мне не хватало. Виктория, надо, чтобы прошло время. Вот увидишь, все образуется. А пока что делать, Наталья? Я же не могу все время жить здесь. У меня нет денег. Мне никуда пойти вообще. Я не хочу быть обузой для тебя. Что происходит с моей жизнью? Ты меня принимаешь, а моя семья меня отвергает. Ну и дела. Всему свое время, дорогая. У нас еще будет время поговорить о прошлом и о многом другом. А пока это твой дом. И я рада, что ты здесь. Мне приятно, что ты вспомнила обо мне. Мне очень это приятно. Ты уходишь? Да, мне нужно кое-что сделать. Я не могу оставить это на потом. Но ты не переживай, я тебя не брошу. На столе лежат ключи. Ты поняла, дорогая? Можешь оставаться здесь столько, сколько понадобится. Это твой дом. Я скоро. Отдыхай. Что ж... По крайней мере, у тебя есть крыша над головой. Похоже, Бог еще не забыл о тебе. Вы? Что вы здесь делаете? Ну, знаете, вы очень смелый. Сеньора, сеньора, я понимаю, что нежеланный гость, но это срочно. Мне нужно поговорить с Викторией. Пожалуйста, позовите ее. Видно, у вас совсем нет совести. Сделайте одолжение и немедленно уйдите отсюда. Пожалуйста, выслушайте меня. Я не хочу вас беспокоить. Я подожду на улице. Мне нужно увидеть Вики. Хоть на секунду. Обещаю, долго я ее не задержу. Ее нет. Вики здесь нет. И все по вашей вине. Уйдите немедленно, сеньор. Уйдите отсюда, больше не возвращайтесь. Вики здесь нет. Запомните. Хотите сказать, что Вики не пришла сюда? Нет. Не приходите больше, потому что Вики не переступит порога этого дома. И все по вашей вине. Уходите, сеньор Герреро, уходите. Не заставляйте меня грубить вам. Уходите. И больше никогда сюда не приходите. Хорошо, хорошо. Я не хотел докучать вам. С вашего позволения. Кто это был, Пита? Да так, прохожий. Продавец. Ничего особенного. Ничего. Ты что, оглох? Ничего не слышишь? Не понимаешь, что Вики нет и больше не будет. Она ушла. Ушла. Если ты пришел ради этого, позволь тебе сказать, что нам больше не о чем говорить. Пока. Чертной прием. Почему такая враждебность, Коко? Произошло что-то, о чем я не знаю? Это не твое дело. Или, может, ты хочешь сохранить хорошее отношение с бывшим компаньоном женщины, которая морочит тебе голову? Минутку, Коко. Я абсолютно ничего не понимаю. Хорошо. Я тоже ничего не понимаю. Давай разберемся. Сначала скажи, зачем ты пришел в этот дом? Навестить тебя? Да. И, разумеется, поговорить с Вики. Если хочешь, могу прийти позже. Наверное, я пришел в неудачный момент. Да, это неудачный момент. Но другого и не будет, потому что твой интерес ушел отсюда. Так что давай прощаться. Тебе здесь больше нечего делать. Прощай. Вики ушла? Что случилось, Коко? Случилось то, что я тебя ненавижу. Ненавижу. Я и себя ненавижу. За то, что увлеклась тобой. Произошло то, что мы с ней поссорились. Погубили многолетнюю дружбу. Больше мы не компаньоны, не подруги. Все по твоей вине. Теперь ты все узнал. Или нужно что-то еще? Нам с вами не о чем говорить. И, пожалуйста, имейте уважение к этому месту. Не устраивайте скандала. Пожалуйста. Падре, вы единственный, кто может мне помочь. Вы представитель Бога на земле, и ваш долг выслушать меня. Избавить от сомнений. Выслушайте меня. Это будет исповедью. Выслушайте, пожалуйста. Или, может, нужно просить вас на коленях? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok